Вечеря Господня или Евхаристия имеют такое фундаментальное значение для христианской церкви, что об этом ритуале написаны сотни, сотни, если не тысячи книг. И, естественно, этот ритуал, он или часть богослужения, это действие или священодействие, продолжает быть такой составной, существенной частью христианских собраний и в современности. И мы видим, что апостол Павел в первом послании к Коринфянам делает ссылку на практику этих трапез для того, чтобы помочь им исправить проблемы злоупотребления, трудности, искушения, которые возникали на христианских собраниях в Коринфской церкви. И он говорит о том, что участие в этой трапезе, оно само по себе не является спасительным. Эта трапеза, она показывает единство верующих друг с другом, но еще более фундаментально, она показывает единство верующих со Христом. Но это единство не возникает во время трапезы, оно показывается во время трапезы, оно иллюстрируется, потому что это единство со Христом в его смерти и воскресении, оно происходит у верующего посредством его доверия, веры в Иисуса Христа и в его деяния. И вот как раз вот эта вера, она является таким основополагающим аспектом, благодаря которому потом работают все остальные составляющие. То есть мы тогда объединяемся друг с другом, и мы действуем в интересах друг друга, ища пользу друг друга. Мы участвуем вот в этих совместных трапезах, которые нас вдохновляют, ободряют, напоминают и показывают нам, что мы все-таки поверили в Иисуса Христа и объединились вместе с Ним. И они также побуждают нас к правильной этике, потому что без веры, без вот этого взаимного ободрения будем ли мы настроены, будем ли мы иметь настрой жить такой вот праведной и святой жизнью. Получается, что вот эти трапезы являются таким вот средством на уровне нашего разума, на уровне нашего сознания. Апостол Павел даже пишет, говорит, я обращаюсь к вам как разумным, чтобы вы в итоге поняли это и действовали, и как в интересах друг друга, и в интересах себя. Но, к сожалению, в Каринской церкви не до конца было вот это понимание этих всех аспектов, что у них они не только ходили, как говорится, налево, но и даже, когда они шли направо, на христианские трапезы, и там у них внутри возникали проблемы и разногласия. И вот в 11-й уже главе, посвященной христианскому собранию, стихи с 17 по 34 апостол Павел говорит о том, что они собираются вместе, но не на лучшее, а на худшее. Они собираются вместе, собираясь вместе, вы не делаете как надо, вот вы вкушаете ужин Господень неправильным образом. Как это происходит? А происходит это так, что каждый раньше других берет и ест свой собственный ужин. И кто голоден, а кто пьян. Разве нет у вас домов, чтобы есть и пить? Или церковью Божией пренебрегаете и заставляете стыдиться неимущих? Что скажу вам? Похвалю ли вас за это? Нет, не похвалю. Вы поступаете неправильно. Вот она проблема. Христианский ужин – это реальная трапеза. На нее приносили пищу или кто-то обеспечивал, организовывал. На мой взгляд, как раз в христианских общинах выбирались люди, состоятельные, у которых были дома, которые могли пригласить к себе христианскую общину в эту столовую комнату триклиник, где они могли вместе возлежать и принимать вот эту трапезу, вместе ужинать. И они как раз этих людей называли епископами, надзиратель. Епископ с греческого означает смотрящий, надзирающий, наблюдающий, своего рода распорядитель ужина. И вот этот вот епископ мог как раз обеспечивать трапезу. Но не так, что каждое воскресенье у него и ты за все плати. Такого не было, таких аналогов не было. Но вот именно они могли устанавливать так называемую литургию. Литургия обозначает служение по очереди. Они по очереди могли у себя принимать христианскую общину. Но мы видим, что эти люди были более состоятельными. А у кого-то не было. Кто-то мог ничего, например, если в случае каждый что-то приносил, у кого-то уже дома, у него дома собираются, ему не надо ничего приносить. Но тот, кто что-то с собой приносил, у него ничего не было. И, конечно, вставал вопрос, кроме такого физического насыщения, где нужно было поесть, насытиться, раз на ужин пришли, то также эта трапеза имела и благотворительный характер, что тот, кто что-то имел, мог поделиться с тем, кто не имел. И, как мы видим, только что обсуждали в предыдущей главе, Павел говорит, давайте-ка будем искать пользы друг друга, не только ради себя. Вот эта практика дружба-дружба, а табачок в рось, она здесь в христианской общине не должна работать. А так в итоге получалось. И, более того, третий аспект или функция вот этой трапезы, она ломала социальные барьеры, вот это вот социальное принятие друг друга, что один более состоятельный, другой вообще в режиме выживания живет. Но когда эти люди, эти индивиду, индивиды получали веру, или начинали верить в Иисуса Христа, объединялись с Иисусом Христом, они попадали вот в эту уже христианскую общину и имели вот это соучастие в жизни друг друга. И это соучастие в жизни друг друга, вот в теле Христовом, апостол Павел не говорит «вы как тело Христово», «вы тело Христово», «вы члены». И вот это понятие «тело» в античности, оно было настолько распространенным и понятным людям, что если это тело, оно состояло из различных частей, и где эти части действовали во взаимосвязке друг с другом, они заботились друг о друге. А что это за тело? Вот он и говорит, чтобы не было разделения в теле. А у вас-то как раз тело разделилось. Удивительно, что в следующей, 12 главе, он опять будет об этом говорить, что когда члены тела, будет говорить о том, что вы тело Христово, а у вас члены просто откалываются и где-то летают в воздухе или в облаках, и говорят, мне нужды нет в теле. А здесь мы видим вот это понятие, что как раз соединяясь со Христом, дальше Бог помещает верующего в тело, чтобы в теле как раз и вот это происходит, взаимная забота, помощь друг к другу, чтобы нам как раз и эту веру сохранить, укрепить, нам ее проявлять и осуществлять. А что толку ты верующий, один сам по себе, ты даже никому послужить не можешь, ты не можешь даже искать пользы другого, потому что ты один здесь отколотый. И многие христиане в современном мире, они почему-то думают, что церковь воспринимает церковь как такой вот источник, что я там туда иду, чтобы там что-то получить. И сколько раз я слышал от людей, которые говорили, зачем мне туда уже не надо идти, там нечего получить, я там ничего не могу взять. Но идея-то в этом и заключается, что вот даже сам процесс отсутствия, отсутствия вот на вот этих собраниях христианских, когда ты отсутствуешь, естественно, ну ты, ты однозначно ничего не сможешь получить, но самое-то главное, ты ничего не можешь дать, ты никому не можешь, сидя дома, ты никому не можешь послужить. А получается, когда ты идешь туда, ты начинаешь, ты можешь быть вот этим инструментом, ты можешь искать пользу другого, ты можешь осуществлять эту пользу для другого. Но осуществляя для другого, кто-то тоже может осуществлять пользу для тебя. Идет вот этот взаимообмен, взаимная такая взаимная забота друг о друге, взаимное служение друг о друге, Тело, члены тела заботятся друг о друге для общей пользы, для пользы всего тела, для созидания тела. Дальше в 12 главе будем говорить о том, что проявление духа, дары духа, погружение, крещение в сферу духа, оно и дано для пользы всего тела. Один получает пользу, а все остальные, как хотите, я наелся, а вы оставаетесь голодными. Получается, вот эти вот множественность, вот этих функций вот этого христианского ужина, ужина Господнего, единение со Христом и друг с другом показывает не только видимым образом, но и даже на практике. Физическое, как это происходит? Через физическое насыщение, что все поели и сытые. Благотворительное, тот, у кого что-то есть, поделился с тем, у кого нет. Нет, социальная функция, что мы здесь теперь равны. Вот Павел и пишет, что в христианских общинах ни мужеского, ни женского, ни иудея, ни эллина, ни раба, ни свободная. Такой эгалитарный характер, то, чего часто людям в мире невозможно было получить. Была жесткая иерархия, а тут мы приходили своего рода как расслабиться. Ты можешь, тебя принимают и о тебе заботятся. Но вот у коринфян это каким-то почему-то не получилось, и апостолу Павлу нужно было каким-то образом на это отреагировать. И обратите внимание, что апостол Павел, чтобы решить практическую проблему разделения в теле по случаю того, что одни не могли позаботиться о других, он использует для этого богословие. Богословие. Вот она, оказиональность богословия по случаю. И какое богословие он использует? Он использует как раз вот богословие, вот этот богословский смысл, вот этой христианской трапезы. И в чем он здесь заключается? Он заключается, во-первых, в цитировании, что апостол Павел цитирует для коринфских верующих, напоминает им, но здесь конкретно в тексте, цитирует традицию установления Иисусом Христом вот этого христианского ужина. Ибо я от самого Господа принял, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, когда Его предавали, взял хлеб и, возблагодарив, преломил и сказал, это есть Мое тело за вас ломимое, это делайте в Мое воспоминание. Так же и чашу после ужина или после вечера, говоря, эта чаша есть новый завет в Моей крови, делайте это всякий раз, как пьете воспоминания о Мне. Ибо всякий раз, когда вы едите этот хлеб и пьете чашу, вы смерть Господа возвещаете, пока Он не придет. Вот такая традиция. Эта традиция, она упомянута в евангельских текстах, в Евангелии от Матфея, от Марка, от Луки. У Иоанна нет этой традиции, потому что это такое антиритуальное Евангелие, он не акцентирует. Но сама трапеза Иисуса с учениками показана. Ну и в последующих христианских документах об этом упоминается. Так что пришло потом к тому, что именно в самих молитвах во время вот этих евхаристических трапез в 3 веке уже вот эту традицию туда включили. Священник или служитель церкви, епископ, кто там совершал это, он должен был молиться, ибо Господь в ту ночь, когда предан был, взял хлеб, преломил и сказал. Здесь у Павла ничего подобного нет. У Павла даже мы посмотрели, вообще начинается с чаши. Сперва благословляют чашу, а потом только за хлеб. Но вот в традиции установления Иисусом там как раз отражается вот эта двойная, двухчастная такая структура вообще перов в античности. Что сперва был ужин, а после ужина наступал симпозиум или симпозиум это совместное распитие вина. Вот это слово симпозиум означает, можем даже написать, симпозиум означает вместе, а потус это попойка, вот так вот можно так сказать, пирушка. Это совместное распитие вина симпозиум. И мы видим, что здесь у Иисуса также и чашу после ужина. Почему после? Поужинали, поели, потом пьем вино. И в древности, когда пили вино, пили, пили, это не просто вот лишь одну кружечку я выпил или даже один глоток сделал и все. Нет, пять кружек, а может и больше даже. И вино всегда было разбавлено водой. Всегда было разбавлено водой. И даже в древности существовали древние авторы нам рассказывают о том, а как же разбавлять. Ну вот вино разбавлено водой. Ну мы там взяли флягу туда, стаканчик воды налили. Налили, вот и разбавили, получается нет, извините. Соотношение один к трем. Меньшая часть вина, а большая часть воды. Получается на одну кружку вина четыре кружки, три кружки еще воды нужно добавить. Другое соотношение один к четырем. Вот на одну кружку вина четыре кружки воды или два к пяти. Об этом пишет греческий автор, греко-римский автор Плутарх, современник апостола Павла. Он описывает в своих произведениях, у него знаменитое произведение «Застольные беседы». Он там все-все-все подробности в отношении вот этих вот пиров, как их проводить, что делать. Все полностью дает раскладку этого. И получается, мы видим, что после вечера, после ужина чашу. И идет распитие, за вином ведут беседы. И поэтому-то мы читаем здесь первым коринфянам, напиваются друзья, кто-то напивается. Мы читаем послание Ефесянам, пятая глава, не упивайтесь вином, но исполняйтесь духом. И как это происходит? В собрании, речь идет, что в собрании, в собраниях, к сожалению, напивались вином. И поэтому в пастырских посланиях говорится о том, кто, когда вы выбираете епископа, вот этого человека, который принимает у себя христианскую общину, кто епископство желает, доброго дела желает. Доброе дело в чем сущность заключает? То, что он принимает у себя христиан, готов принять общину. Но одна из характеристик этого епископа, ну, он должен управлять хорошо своим домом, у него должен быть бардака, не должно быть, все в порядок. Он не должен быть пристрастен к вину, он не должен быть пьяницей. И плюс еще диаконы и их жены, к ним тоже такие же требования предъявляются. Почему? Потому что епископ, как распорядитель вот этого пира, он как раз и определял, какое соотношение будет. Но недостаточно только он. Дьяконы могут быть пьяницами, он назначил. Если он любитель крепенького, то назначит соотношение, что всю общину вергнет. Поэтому он должен назначить. И тот, кто будет это реально разбавлять, дьяконы и их жены, и они тоже не должны там, ну, другими словами, химичить, какое назначили соотношение, такое и должно быть. И вот только так, потому что иначе вот эти повеления, вот эти требования, они не имеют никакого смысла. Потому что если все братья, все епископы, дьяконы и их жены, дьяконисы, все и даже пробки не понюхают, то какой мы, мы же тогда их из них избираем, то почему же они не должны быть. Мы понимаем, что в античности без вина никуда не было деться. Но тут же нужно понимать, что его не пили, как вот, ну, такое крепкое, оно пили разбавленное. Но здесь тоже мы видим, какой совет дается в эфесянам, что не упивайтесь. Вы, ну, без вино все равно вы будете пить на вот своем ужине, но не упиваться. Это лучше, как говорит один из раннехристианских авторов II века, христианский апологет Тертулиан. Он говорит, что как собираются люди, которые не сколько пили и ели, сколько учились. Но тут же Тертулиан дает такое правило, пишет о таком правиле, что во время, вот, после ужина еще на христианских собраниях пели песни. Апостол Павел тоже здесь, в первом Коринфянам, в 14 главе говорит о том, что когда вы собираетесь вместе, у вас, у каждого из вас есть псалом. Значит, о чем это говорит, что на христианских собраниях поют песни. В Эфесяна мы читали, лучше пойти песни, нежели, когда вы поете, вам пить некогда, получается. И Тертулиан говорит о том, что мы каждого призываем петь, либо песни собственного сочинения, либо библейского содержания. Но потому, как каждый поет, мы определяем, сколько он выпил. Получается такой проверочный тестик. Ну-ка, давай, брат, запивай, и мы услышим, сколько ты здесь. И вот видите, как это все другие источники хорошо иллюстрируют нам, что здесь происходило. Вот если в Коринфе бы Павел нагрянул и сказал, ребята, запиваем, ну, по вам уже видно, что здесь происходит. Так вот, вот эти злоупотребления, о которых узнал апостол Павел, он пытается исправить с помощью вот этой традиции установления. Приглашаем вас принять участие в глобальном проекте по распространению Евангелия и расширению библейского образования. От нас зависит, будет ли христианское образование доступным. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminary.com. И здесь есть два возможных понимания. Одни говорят, я от Господа принял, что апостол Павел, Господь его научил про этой традиции. Либо здесь имеется в виду, что я как от Господа принял, то есть я принял эту традицию из церкви Христовой. И смотрите, что здесь происходит. Здесь в другом порядке. Иисус взял, ну Иисус-то во время пасхальной трапезы устанавливал это. У Марка мы читаем, что он посередине прямо собрания взял и, ну взял хлеб и начал это все делать. Так вот, здесь мы видим, что берется хлеб и хлеб сравнивается, ну это есть тело, мое хлеб, тело Христово, ломимое за вас. И вот здесь во всей, в этом описании он показывает важность, вот это уже такое сатериологический аспект. Или прежде всего, вот, тело, это тело мое, это христологическое понимание элементов христианской трапезы. Тело, ой, хлеб это тело, то есть хлеб понимается христологически. Хлеб это тело, чаша с вином это кровь Иисуса Христа. Да, элементы трапезы относятся, относят ко Христу, но одновременно здесь еще и сатериологический, сатериологическая функция. Что это такое? Сатерио переводится как спасение. Спасение, что вот эта трапеза, она показывает, опять, видимым через реальную трапезу, через реальное действие, поедание хлеба, распитие вина, показывает наше спасение. Что, а как это происходит, что смерть Христа, она была не просто смерть Христа, она была за вас, ради вас она была. Апостол Павел говорит, это за вас ломимая. И очаша, это новый завет в моей крови. Это сразу же слово новый завет, откуда? Это из книги пророка Иеремии, где говорится о том, что заключу с ними новый завет, новый договор, новое соглашение. И они будут уже по новому соглашению спасенными. Через кровь Иисуса Христа заключается этот завет. И благодаря вот этому договору, соглашению с Богом, по вере происходит вот это спасение. И также дальше мы прочитаем здесь еще третий элемент, что происходит вот такой вот суд. Суд Божий, это тоже как элемент спасения. То есть, если вы пренебрегаете всеми этими моментами, что вас ожидает Божий суд. То есть, здесь получается, что с помощью вот этой традиции апостол Павел напоминает и говорит им, вы, ребята, вообще не поняли, что такое спасение. Вы вроде это приняли, вы поверили, вы присоединились к церкви, но вообще не прочувствовали, зачем умер Христос, почему умер Христос. Он умер-то ради вас, он умер, чтобы вы заключили договор с Богом. И понимая, понимая это, вы потом стали частью тела Христова. И вот вы здесь, объединенные с Иисусом Христом, объединенные друг с другом, и это все такое, такие духовные истины, а на практике, в практику вы это никаким образом не внедряете. И он говорит о том, что то, что вы делаете, делайте это воспоминание обо мне. Вот это вот слово, которое используется, как пишет Павел, воспоминание, греческое анамнесис. И многие это думают, воспоминание, как это слово понимают, что на таком бытовом уровне мы вспоминаем, что когда-то умер Христос. И вот вот это вот такое плачевное восприятие, трагическое, можно так, горестное, скорбное, что мы вспоминаем смерть Христа. Плакать хочется, слезы, слезы наворачиваются, потому что вот именно мы вспоминаем смерть Христа. А вот это слово анамнесис, по крайней мере, это я прочитал в книге известного христианского библеиста и богослова Говарда Маршалла. Вот он несколько лет назад умер. Он написал книгу «Тайная вечер» и «Вечеря Господня». И вот в этой книге он контекст, объясняет контекст использования вот этого слова анамнесис, воспоминания. Что воспоминания — это не просто вспомнить событие, которое произошло там много лет назад. А это подразумевает, это слово в контексте его использовали и не только христиане, это общее слово. В смысле, когда мы вспомним его так, как будто он среди нас. Вспоминайте, вспоминайте о мне, не вспоминайте, как я страдал там, вот этот факт моего умирания. А вспоминайте, что я среди вас здесь нахожусь духовно. Вот такая аналогия, но мы ее не принимаем. Аналогия, когда, ну это было и в римском обществе, и даже в современном обществе. Знаете, когда приходят на кладбище и стопарик ставят, печенюшки, конфетки, и как будто разговаривают вот с человеком, который там захоронен. Вот эта вот идея, то, ну а как разговаривать с мертвым-то? Ну, абсурдность какая-то, ну да, люди это делают. И получается, что такое вот ощущение, ну что на самом-то деле он не мертвый, а живой. И вот здесь, а Христос воскрес из мертвых. И получается, Христос живой, ну, незримо присутствует вот на этом, на этом христе. Христос с нами, да, мы во Христе. Он здесь, вот такой смысл воспоминания, что не забывайте, что я с вами. Вот какая идея. Делайте это, помня, что я вместе с вами, я здесь. И когда вы едите хлеб сей, дальше он продолжает, вы смерть Господа провозглашаете, доколе он придет. И вот эта вот фраза, зачем Павел, он ее добавляет, доколе он придет, придет живой. Доколе он придет, вообще вот эта идея показывает, что он придет-то живой, мертвый не ходит, мертвый не придет. Он живой. Это указание на то, что он воскрес, на его воскресенье. И в других источниках ранней церкви мы как раз и читаем вот эти вот выражения, когда описываются христианские вот эти трапезы, что мы празднуем, послушайте, мы празднуем его смерть и его воскресенье. Вот он, празднуем, как от слова праздник, слово пир, от слова, вот это эсхатологически, как будто, а, наверное, не как будто, а на самом деле у них и было, что их христианский ужин, трапез, это как тренировка того эсхатологического пира, который будет в Царстве Божьем. Это вот практика такая. И получается, что одновременно и смерть, и его воскресенье. Воскресенье как неотъемлемая часть. Это как одно событие следует за другим. Без смерти нет воскресенья, но он воскрес из мертвых. И раз он воскрес из мертвых, он живой, и он духом присутствует здесь, в нашем собрании. Здесь зачем слезы проливать? Надо радоваться, надо веселиться. Это пир, это радость. Мы спасены, и мы, раз мы спасены, мы тело Христово, мы объединены друг с другом. И поэтому, извините, Павел говорит, надо делиться, надо позаботиться, надо о нуждах друг друга. И он здесь им напоминает, что кто ест и пьет чашу, а экклезиологическая функция вот этого ужина Господня. Здесь Павел напоминает, доколе он придет, это, извините, эсхатологическая функция. Это эсхатология, наука о последнем времени. И здесь апостол говорит, он придет, он придет, однажды будет конец всем вот этим трапезам. Однажды наступит вот этот вот полный эсхатологический пир, где мы увидим Христа, где мы будем вместе с ним. И в других, опять, источниках, их достаточно, например, можете почитать так называемые учения 12 апостолов Дидахэ. Это ранний христианский источник начала II века, где там, когда рассказывается о христианской трапезе, там все пронизано эсхатологией. То собери церковь твою от концов земли, как сей преломляемый хлеб был рассеян, так и церковь твоя соберется. Да придет благодать и придет, то есть закончится этот мир. Они, у них были такие литургические восклицания, которые Павел тоже использует здесь в первом коре. Маранафа, греги Господи, вот это вот ожидание пришествия Господа никуда. И апостол Павел еще одну функцию здесь далее раскрывает, когда закончил цитировать вот эту традицию установления, слова установления. Это делайте в мое воспоминание, мы разобрали, что я среди вас, не забывайте об этом. И также слова интерпретации, что хлеб и чаша интерпретируются христологически, как тело и кровь Иисуса Христа. И он дальше продолжает. Поэтому, кто ест хлеб и пьет чашу Господа недостойно, тот будет виновен против тела и крови Господа. Виновен против тела и крови Господа. Получается, что здесь определенный, что непросто, вы не делитесь, вы злоупотребляете, вы напиваетесь, и просто-напросто вам это сойдет с рук. Извините, вино недостойное участие в этой трапезе, это как оскорбление Господа. Да испытывает себя человек, проверяйте себя, и тогда пусть ест и пьет от чаши. Ибо едящий и пьющий ест и пьет осуждение себе, вот здесь говорится речь о суде, если не различает тело. И вот здесь, вот это понятие двояко исследователи интерпретируют, либо тело как тело Христова Церковь, экклезиологически. Ты что не различаешь, почему, в чем проблема-то не различаешь? Это в чем вина против Господа? А вина против Господа, потому что вина против, прежде всего, злоупотребления, против тела Господня, против Церкви. Потому что здесь полностью все взаимосвязано. Наша кайнония, наше соучастие во Христе, на горизонтальном уровне проявляется наше соучастие в теле Христовом, в жизни друг друга. А тут мы не делимся, мы грешим против тела, а греша против тела мы не делимся.